Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу, как и чем мы проводим первую весеннюю подкормку своей клубники до цветения. Это одна из самых важных подкормок, от которой и зависит качество и количество будущего урожая. Философия или смысл проведения этой подкормки заключается в том, чтобы до цветения успеть нарастить на растении зеленую массу. Только с хорошо развитой зеленой массой растение способно показать действительно максимальную отдачу. Ведь ягода будет наполняться органическим веществом, который растение накопит в листьях. Не будет достаточного количества листьев, не будет достаточного количества крупных хороших ягод. Чем же лучше провести сейчас раннюю весеннюю подкормку, друзья? Это должно быть удобрение с повышенным содержанием азота. Но ошибочно будет думать, что чистым азотом надо провести подкормку. Ведь азот отвечает только лишь за наращивание зеленой массы. Но растениям надо параллельно и с зеленой массой наращивать также и корневую систему и работать над закладкой генеративных органов. То есть некоторое количество и фосфора, и калия в подкормке должно присутствовать, кроме повышенной дозы азота. Мы сегодня будем проводить свою подкормку рост-концентратом. Это известная подкормка, о которой я уже рассказывал. Мы заправляли когда-то рост-концентратом кокос. Брикет я показывал. Вот можете посмотреть. Очень интересное видео, друзья. Так вот. Содержание азота 15, содержание фосфора 7 и содержание калия 7. Плюс микроэлементы в составе этого удобрения. И эта подкормка является, что характерно, не просто минеральная 15,7,7, а органоминеральная. В составе рост-концентрата еще присутствует также гумат калия. Именно в сочетании органической подкормки в виде гумата калия и минеральной подкормки в виде НПК 15,7,7, мы и добьемся максимального результата. Ведь гумат калия в сочетании с минеральными удобрениями позволяет и способствует их стопроцентному усвоению. Кроме всего прочего, друзья, гумат калия, попадая в почву, улучшает структуру почвы, помогает развитию почвенных микроорганизмов. Что способствует хорошему, более полному усвоению минеральных удобрений. То есть гумат калия в данном случае выступает как природный хилатор. Это очень ценное его свойство. Если применять минеральное удобрение в чистом виде, я понимаю, что не все смогут достать рост-концентрат именно такой формулы 15,7,7. Друзья, ссылку оставлю внизу, кстати, в описании под видео. То можно применять чисто минеральное удобрение с формулой 30 азота 10 фосфора 10 калия. По своей значимости это будет примерно такое же удобрение, только в двойной норме. Но за счет того, что минеральное удобрение усваивается хуже и не в таком полном объеме, как минеральное удобрение в сочетании с органическим, с гуматом калия, то и применяем чуть-чуть повышенную норму 30-10-10. После проведения такой подкормки мы и добиваемся поставленной задачи. Подкормку проводим под корень. Если будете проводить рост-концентратом, как у меня, 25 мл на 10 л воды. Предварительно мы сделали уже под кустиками лунки. Температура поливной воды должна быть не ниже 10-14 градусов, но и не выше 25 градусов. То есть температура воды не должна существенно отличаться от температуры почвы. Друзья, также этим удобрением мы сейчас будем проводить подкормку всем своим хвойникам, розам и другим многолетним насаждениям, которые вышли из зимовки. Ведь им всем не помешает усиленная норма азота, плюс фосфор, плюс калий, плюс микроэлементы. Если хотите увидеть свои растения хорошо развитыми, то не забудьте провести эту подкормку. На этом видео свое закончу. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.